Друзья, добрый день! Сегодня в нашем видеообзоре кроссовер Cherry Tiggo 8. На видео автомобиль в комплектации Prestige Plus с бензиновым мотором объемом 1,5 литра турбо, с передним приводом и с роботизированной коробкой передач. Цвет автомобиля синий металлик. На автомобиле установлен пластиковый обвес черного цвета по периметру кузова. Колесные арки декорированы черными пластиковыми накладками. Диски литые, 18-дюймовые, с шинами размерностью 235 на 55. Задние тормоза дисковые. В заднем бампере расположен парктроник. Камера заднего вида расположена над задним номером. запасное колесо крепится под автомобилем. Рейлинги окрашены в серебристый цвет. Автомобиль оснащен панорамной крышей. Боковые зеркала и ручки дверей окрашены в цвет кузова. Брелок ключа с тремя кнопками. Автомобиль оснащен системой бесключевого доступа. Заглянем внутрь. Посмотрим на карту передней двери и водительское место. Салон автомобиля выполнен в темных тонах. Рулевое колесо многофункциональное с кожаной отделкой. Обивка сидений выполнена из перфорированной кожи. Водительское кресло оснащено электрическими регулировками. С помощью электроприводов сидения можно двигать вперед и назад, поднимать или опускать и регулировать наклон спинки. Водительское кресло оснащено электрической регулировкой поясничного подпора. Память электропривода сидений не предусмотрена. Включим автомобиль с помощью кнопки старт-стоп. Автомобиль оснащен цифровой панелью приборов. Левый подрулевой переключатель отвечает за управление осветительными приборами. Предусмотрен автоматический режим. Включим габаритные огни, ближний свет и противотуманные фонари. Указатели поворотов левый и правый. Помигаем дальним светом. Аварийная сигнализация. Выйдем из автомобиля и осмотрим автомобиль детально с включенными световыми приборами. Боковые зеркала с повторителями указателей поворотов. Снизу расположены камеры системы кругового обзора. Автомобиль оснащен светодиодными фарами. Передние противотуманные фары не предусмотрены. В переднем бампере расположен парктроник. Спереди находится камера переднего вида. Задние стекла без заводской тонировки. Клиренс автомобиля составляет 190 миллиметров. Задние фонари светодиодные. Задние противотуманки расположены по бокам в заднем бампере. Возвращаемся в автомобиль. Кнопки управления центральным замком. Кнопка системы электроскладывания боковых зеркал. Система электроскладывания боковых зеркал не предусмотрена. блок управления передними и задними электростеклоподъемниками. Все стеклоподъемники с доводчиками. Регулировка корректора фар. Правый подрулевой переключатель отвечает за управление передними и задними дворниками. Автоматический режим не предусмотрен. Кнопки слева на руле отвечают за выбор информации, выводимой на панель приборов. На дисплей можно вывести индикацию маршрутного компьютера, индикацию системы мониторинга давления в шинах и настройки автомобиля. Отключение системы стабилизации. Кнопки слева на руле отвечают за управление круиз-контролем. Кнопка включения электрообогрева руля. Дефлекторы системы вентиляции расположены посередине в передней панели. В автомобиле установлена мультимедийная система с цветным сенсорным дисплеем размерностью 10 с четвертью дюйма. В составе акустической системы 8 динамиков. Встроенная навигационная система не предусмотрена. Мультимедийная система поддерживает радио. Мультимедийная система поддерживает Bluetooth-аудио, коммуникацию со смартфоном, воспроизведение файлов из встроенной памяти и присоединение внешних устройств через USB-разъемы. Мультимедийная система поддерживает Apple CarPlay и Android Auto. Это дает возможность подключить к автомобилю смартфон и вывести на дисплей сертифицированные приложения. Мультимедийная система поддерживает hands-free. Это позволяет говорить и управлять телефоном без помощи рук. Кнопки на руле дублируют управление аудиосистемой. Доступна регулировка громкости, выбор радиостанций или треков и управление мобильным телефоном. Продолжение следует... Продолжение следует... Автомобиль оснащен фоновой подсветкой интерьера с несколькими режимами работы и с возможностью выбора цвета и яркости. Климат-контроль двухзонный. Регулировка интенсивности обдува. Регулировка температуры с водительской стороны. Регулировка температуры с пассажирской стороны. Кнопка SYNC синхронизирует передние зоны климат-контроля. Выбор направления обдува. Кнопка переключения рециркуляции воздуха. Кнопка AC отвечает за включение кондиционера. Кнопка включения электрообогрева заднего стекла и боковых зеркал. Иконка включения электрообогрева лобового стекла. Передние кресла оснащены подогревом. Подогрев двухрежимный. Потолок серого цвета. Водительский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом без подсветки. В потолке предусмотрено освещение для водителя и пассажира. Шторка панорамной крыши открывается с помощью электропривода. Люк можно открывать в двух разных положениях. Люк можно приподнять. Люк можно сдвинуть назад. В потолочной консоли предусмотрен очечник. Пассажирский противосолнечный козырек с макияжным зеркалом без подсветки. Посмотрим на второй ряд сидений. Он оснащен тремя подголовниками. Центральный подлокотник с боксом. Бокс с охлаждением. В центральном туннеле предусмотрены подстаканники. подлокотник регулируется по вылету. Бардачок без подсветки отделан пластиком. Под центральной консолью предусмотрены два USB разъема и розетка на 12 вольт. Автомобиль оснащен системой переключения режимов движения. Водитель может переключаться между режимами эко или спорт. Автомобиль оснащен системой кругового обзора. предусмотрены четыре камеры – спереди, сзади и по бокам. На дисплей можно вывести виртуальную проекцию автомобиля и пространство вокруг него. Кнопка включения парктроников. Кнопка включения системы помощи при движении по склону. Ручной тормоз электрический с функцией автохолд. Индикация ручника на панели приборов. Коробка передач роботизированная шестиступенчатая с двумя сцеплениями. При включении задней передачи активируются парктроники и система кругового обзора. Управление трансмиссией осуществляется с помощью джойстика. Режим паркинг включается отдельной кнопкой. Индикация выбранной передачи отображается на панели приборов. Немного погазуем. Теперь перейдем к осмотру второго ряда сидений. Посмотрим на карту задней двери и на второй ряд. Во втором ряду предусмотрено три места. Оценим, как выглядит передняя приборная панель. Задние сиденья с центральным подлокотником. В нем предусмотрены подстаканники. В спинках передних кресел предусмотрены карманы для вещей. Между передними креслами предусмотрены дефлекторы вентиляции. Снизу предусмотрен USB разъем. Задние сиденья оснащены двухрежимным подогревом. Задние стеклоподъемники электрические. Стекло при открытии опускается не полностью. Над дверью предусмотрена ручка и освещение. Теперь перейдем к осмотру третьего ряда сидений. Для доступа на третий ряд необходимо отодвинуть кресло второго ряда. В третьем ряду предусмотрено два места. В потолке предусмотрено освещение для пассажиров. Сиденье третьего ряда без центрального подлокотника. Карманы для вещей в спинках кресел второго ряда не предусмотрены. Для пассажиров третьего ряда предусмотрены подстаканники. Теперь перейдем к осмотру багажника. Объем багажника составляет 193 литра. В оснащении багажника предусмотрена розетка на 12 вольт. Боковины багажника отделаны пластиком, а пол – ворсом. Под полом в багажнике предусмотрен органайзер с набором инструментов. Для сложения сидений третьего ряда необходимо нажать на фиксатор. Сиденья третьего ряда складываются в соотношении 50 на 50. Объем багажника при сложенных сиденьях третьего ряда составляет 892 литра. Для сложения сидений второго ряда необходимо потянуть за фиксатор. Сиденья второго ряда складываются в соотношении 60 на 40. Задние сиденья складываются без ступеньки. Объем багажника при всех сложенных сиденьях составляет 1930 литров. Крышка багажника оснащена электроприводом. Ключок бензобака открывается снаружи автомобиля. Объем топливного бака составляет 51 литр. Теперь заглянем под капот. Капот фиксируется с помощью двух пневмоупоров. Крышка капота отделана шумоизоляцией. Двигатель турбированный, бензиновый, четырехцилиндровый, объемом полтора литра, с отдачей 147 лошадиных сил. Мы с вами осмотрели кроссовер Cherry Tiggo 8 в комплектации Prestige Plus с бензиновым мотором объемом полтора литра турбо, с передним приводом и с роботизированной коробкой передач. Актуальную прайсовую цену на аналогичный автомобиль вы можете посмотреть в каталоге DROM. Ссылка в описании к видеоролику. Благодарим за помощь в съемках дилерский центр Major Auto. Автомобили в наличии вы можете посмотреть по ссылке в описании к видеоролику. Друзья, ну вот наше видео и подходит к концу. Не забывайте ставить лайки и писать в комментариях, понравилась ли вам машина и какие еще автомобили вы хотели бы увидеть на обзоре. И самое главное, подписывайтесь на канал DROM. До скорых встреч!